Готовили щи, борщи. А в чём готовили? В чегунках, правильно. Об исконно русской кухонной утвари рассказывает Людмила Иванова. Экскурсовод местного краеведческого музея представляет школьникам экспозицию русской избы. Сердце дома – это печка. С неё начинается рассказ. Она обогревает жилище, на ней можно готовить еду, внутри пекут пироги. За печкой всегда был бабий уголок. Там женщины могли покормить младенцев, например. А вот где стол стоит и лампада с образами сверху – это красный угол дома. Многие школьники узнают об этом впервые. Что делали на этом тканском столе? Полыкали плавники. Если мы посмотрим, конечно, мы ткали плавники. И в нашей деревне были такие чудесные мастера, которые занимались этим. Сохранившийся ткацкий станок, старинные зеркала, деревянные прялки. Последние есть как из цельного дерева, рассказывает экскурсовод, так и состоящие из нескольких частей. Имеются самопрялки. Есть прялка из велосипедного колеса. Одни покрыты морилкой, другие – лаком, третьи – расписные. Каждый предмет, импровизированный русской избы, хранит историю. И передавать ее молодежи очень важно, уверены краеведы. С осени 2021 года посетить музей Ваты можно с помощью пушкинской карты. Пушкинская карта, во-первых, мне дает доступность к посещению музеев моей страны, узнавать много нового, познавательного, что может помочь мне в будущем быть более эрудированной и знать о том, как было в прошлом. По пушкинской карте в музее Ваты можно сходить на экскурсии. Одна проходит в зале русской избы, вторая – в зале краеведения. Здесь рассказывают о быте и традициях народов Западной Сибири, о становлении Нижневартовского района, сельского поселения Вата, о людях, которые внесли значительный вклад в развитие деревни. В музее проводят и мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы «Добрых вестей колокольчик», а также демонстрируют посетителю коллекцию кукол в костюмах народов России. В теплое время года организуют пешеходную экскурсию «Дорога к храму». Работа по пушкинской карте ведется, и я надеюсь, что в этом году будет не один проект добавлен и реализован. Получается, что-то будет новое разработано, представленное, интересное нашим посетителям. Я думаю, что это тоже будет еще какой-нибудь мастер-класс, так как он у нас один. И, возможно, какая-то просветительская программа. Собирать и показывать ценные экспонаты, рассказывать истории, с ними связанные. Процесс бесконечный, говорят в музее. Поэтому каждая встреча с жителями и гостями деревни всегда открывает что-то новое. Наталья Бутикова, Леонид Мальковский, телевидение Нижневартовского района. Вата. Специально для Югра-24. Работа.